В художественно-выставочном центре Арденбасс открылась экспозиция «Современный натюрморт». На проведение такой выставки организаторов вдохновили картины талантливой художницы Валентины Яськовой. Пять лет назад она ушла из жизни, но для творческой интеллигенции и ценителей искусства женщина продолжает жить, ведь ее работы вдохновляют и наталкивают на глубокие мысли. Настолько яркие, настолько интересные показались нам ее натюрморты, что мы решили предложить нашим художникам поучаствовать в большом проекте Арденбасса и принести натюрморты, которые они пишут. А что такое работа Валентины Яськовой? Она писала только натюрморты? Нет, у нее абсолютно разные работы, но эти три работы, как три фрукты, они отображают, если видите, женскую фигуру, красоту женской фигуры с ее изгибами. Вот именно в игрушках Валентина увидела всю прелесть, потому что женщина – это как такой спелый фрукт, созревший фрукт. То есть вся прелесть, можно сказать, показана в красоте именно зеленого цвета, который очень четко можно сказать, что зеленый цвет – цвет жизни. Семья Валентины Яськовой не только сохранила коллекцию ее работ, но и в ближайшем будущем планирует создать музей в ее честь. Дочь художницы Александра пошла по стопам матери. Девушка создает удивительные работы, среди которых тоже есть натюрморты. Здесь представлены мои два натюрморта и членок нашей арт-группы они – это Елена Емченко и Антонио Шевченко натюрморты. А пишу вообще я, конечно, давно, но сейчас вот современный стиль живописи меня очень вдохновляет, и мы, конечно, двигаемся и в различных жанрах, в различных техниках, в общем-то, в современном стиле. Моим учителем является прежде всего мама. Мама – свой стиль. Называется фруктовый сюрреализм. То есть когда-то присвоили искусствоведы в Италии этот стиль ей. И, в общем-то, она писала картины только сама. Это такие глубокофилософские вещи, ее мировоззрение. Поэтому мы совместно не писали, но она меня учила живописи. Сейчас наиболее популярны натюрморты, выполненные маслом на холсте. Но работа акварелью, пастелью, гуашью на бумаге по-своему прекрасна и самобытна. К тому же по цветам и оттенкам на полотне можно определить настроение и характер художника. На экспозиции представлены творения более 60 мастеров Донецкой области. Некоторые картины совсем свежие, написанные буквально за пару дней до проведения мероприятия. Кто-то отдает предпочтение классическому натюрморту, а кто-то пишет совершенно в новом стиле. Анастасия Щетинина предпочитает изображать на полотне вещи, которые пережили историю и уже несут какую-то информацию. Это вышитые подушки, вышитка моей бабушки. То есть это как память недорогая в моей семье. И, соответственно, они просто такой замечательный колорит, что просто невозможно в них влюбиться. Ими пропитана любовь к своему делу, к нам. И, соответственно, бабушки уже давно нет. И это уже как благодарность моей бабушке. И, соответственно, это мое впечатление. А вот картину ботинки она написала в память о дедушке. Дедушки на ботинке, они такие, на работе видят, что они такие красные. Они необычные. Дедушка у нас был неординарной личностью. Вот такие же у него и ботинки. То есть старые, поношенные, такие красные ботинки. То есть они прожитые. Я люблю вещи, которые что-то на себе уже несут, какую-то информацию. То есть новая вещь, она красивая. Потому что темно и хорошо, что она новая. Но когда она уже в процессе жизни как-то деформируется, искажается что-то в ней, что-то, наоборот, прибавляется. И это, если это вещь, тем более, которую носит человек, то есть она под него, то есть уже внесет в себе информацию о том человеке. И вот таким образом тоже опять-таки впечатление. Просто на эти ботинки я в них удивилась еще давно. Каждая работа по-своему удивительна. Одна до мелочей отображает предметы, другая дополнена фантазиями автора. Впечатляют и натюрморты, изготовленные из шамота, художественного стекла, дающих удивительную палитру оттенков. Если вы хотите прикоснуться к прекрасному и оценить современный натюрморт, у вас есть такая возможность, ведь выставка продлится до 15 августа. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok